всем привет думаю ну надо уже показаться в ю тубе туда всем доброе утречка у кого утро добрый день теплицу открываю эту теплицу на начисто оставляла открытой давайте покажу что у меня новенького что растет что не растет кто чё ест и так это теплица у меня помидорная но помидор решила много не садить посадила два ряда 1 2 вот и решила здесь у меня посередине зелень редиска укроп базилик вот здесь растет овощной зелененький видите и посадила ремонтантные клубнику смотрите какая красота скоро ягодки будут ну как скоро относительно да ну по крайней мере я думаю что раньше чем на улице с нашей погоды лето у нас началось какое-то непонятное то холодно то опять холодно то дожди и холодно тепло у нас буквально несколько дней даже базилик он как-то плохонько растет смотрите-ка так усики обрываем сразу цветонос какой стоит красивый лук почти весь съели уже сюда я сажала всякий такой нестандарт на перо именно редиска тоже вон здесь переросшие грибы растут у меня все похоже на шампиньоны ну чё-то я сомневаюсь муж у меня понаткусывал тут говорит они такие сморщенные потому что им не хватает влаги я груз на youtube поганки поливать не собираюсь здесь у меня ягодки вот в укропе тоже ягоды надо укроп уже срезать и убрать его либо не знаю морозилку наверно уберу мне из морозилки он как-то больше нравится чем сушеный сушеный тоже неплохо в общем-то ягодки тут в тенечке сидят на стоп они сладкие были же солнце надо вот эту сейчас дверцу открою вчера поливала вот видите у меня здесь муравейник такой страшный организовался просто вообще жуть вчера я полила химозой не знаю ушли муравьи то нет вроде нету их нет он какие-то еще ползают не буду шевелить муравейник расшевеливать помидорки только еще начинают цвести ну хотя вон милипусечки то есть уже но все равно вот это же вот пасынки вот этот ведь надо обломить пасынки уже замучилась обрывать если честно так ну цветут не все еще воду закрываю чтобы в ней комары не плодились так поехали в эту теплицу нынче огурцы дома вообще не выращивала на рассаду сеяла их в теплицу и в общем и рассаживала сюда огурцы сделала только половину теплицы 8 метров знаете здесь 8 или 9 штук вот 2 4 6 8 9 да вот еще кучка осталось у меня надо их куда-то рассадить на улицу мне кажется на улице вообще не будут расти с нашей погодой вот они еще только начинают цвести вон какие нынче у меня поздно огурцы будут обычно в это время уже с огурцами я была дома когда выращивала здесь слушайте зарастают у меня эта половина знаете что мята прет рядом с теплицы вот там растет мята и вот она вся залезла сюда сегодня дождь сегодня я буду полоть здесь здесь тоже ремонтантная клубника другой сорт у меня их два вот тоже вон уже какие ягодки завязались поливаю я у меня здесь все полив идет но вот этих штучек на все не хватает поэтому я смотрю где чё суховато поливаю леечкой вот скоро ягодка будет краснеть а здесь ремонтантная земляника на половину теплицы тоже чтобы допоздна она плодоносила я ее оставляю дождик пошел смотрите чё погода-то пасмурно вчера жара у нас было 26 где-то так том году ездила в ботанический сад с семьей мы ездили дернула там некоторые растения аккуратненько очень у меня прижилась только одна туя вот она бедолага еле растет здесь у меня тоже земляник аримата цветочки забыла как называются здесь гельхера абрикос нынче очень обильно цвел и весь короче стал погибать не знаю медным купоросом я его не пролила весной мне кажется это что-то связано болезнь какая-то некоторые ветки вот отмирают и желтеют листья не знаю что ему надо наверное будем убирать его но не растут у нас абрикоса нафига он нужен такой здоровый тень только создает в теплице место занимает тут вот и там мы второе кстати абрикос посадили говорят чтобы они плодоносили надо чтоб их два было разных сортов ну и собаки 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 мурочка зайчик мой хороший они бегают ос ловят ос и пчел зубками своими вот это зараза которая называется мята вот она прет в теплицу и все здесь мне тоже ремонтантная клубника вот их два сорта здесь и вот эта кучка вот их от теплицу посадила пионы скоро зацветут флокс здесь я часть убрала здесь был очень большой куст рассадила его тесно ему же и отсюда выкопала один куст пионов тоже им тесно лилии пруд есть у меня погибает гранат в общем то тоже не буду его даже спасать но не будет он нас плодоносится смеяться дома света мало лампы никакие не помогает поэтому вот яблоня умерла вот все что было снегом закрыто все обгрызли мыши мышей нынче было очень много это просто вообще какая-то жесть поэтому такие дела при том что она умерла не одна вот это тоже была обгрызана вот у нее веточки немножко это пошли хотя я их все обмазала этим садовым варом вот здесь у нас что хосточку посадила цветочки картоха картоха нынче мне кажется радует нынче она мальчики сидели это видимо их призвание вот теперь они у нас ответственны за картошку картошка растет здесь я крыжовничек маленький посадила цветочки тоже вот еще картошка в этом месте у меня кабачки сидят а вот здесь бочка из которой в теплицу идет полив видите вот значит в прошлом году у меня здесь сидели огурцы кабачки в этих клумбах в этом году я посадила цветы но у меня здесь еще вон щавель откуда-то вылез тоже все клумбы в муравьях надо чем-то их травануть и сюда крыжовничек маленький посадила здесь тоже мне цветы флоксы эти он что хочу похвастаться здесь у меня черемуха модная вот эта кустовая она бордового цвета почти уже стала видите а это дерево вот не сказали во второй половине лето будет листья бордовыми но вот уже начинают темнеть вот и это съедобное кабачки здесь на тихо на тыкала кстати за зиму весь этот укровной материал у нас сожрали мыши он весь дран и его надо будет убирать вот здесь у меня растет слива две штучки вот одна и вот вторая и кто-то ее жрет одна из них синяя другая желтая не помню где какая здесь паучок конечно кабачки тоже здесь посадила вот вот здесь у меня как ее курильский чай лобчатка вот два цвета у меня здесь по моему розовая или абрикосовая флоксы вот я рассадилась сюда-сюда еще одну лобчатку посадила вместе свящемся с этим ой ты меня куда-то полез не туда на дерево надо чтоб ты лез так муж позвонил отвлек здесь меня лобчатка белая и белый этот клематис вот скоро цвести будет уже бутончики у него надо его подвязать как-то чтобы он тянулся к дереву мне здесь еще суккуленты растут вот эти но не желтенькие трава это здесь песок очень сухо все скоро будет они цвести желтенькие красавчики вот мяты здесь у меня в колесе вот я думаю ту мяту то вообще все повыдергать но там земля сочная здесь песок и тоже все в муравьях пионы вот выкопала которые кусты разделила вот один куст раз-два но конечно он что-то не знаю будет свистит а нет уже с бутонами я его отделяла как будто он болеет все равно же я его повредила корни то когда разделяла нынче хорошо выросли у меня облепихи две вот это и вот эта вторая вот хорошо растут крыжовник у нас нынче будет вот этот кустик ягодки уже зеленый уральский изумруд называется сорт зеленые ягодки должны быть очень долго у нас рос он тоже несколько лет вот лишь бы ничем не болел потому что вот у нас в саду около дома крыжовник он смотрите какие крупные ягодки уже он болеет мучнистой росой надо его вообще выпилить и сжечь яблонька нынче цвела вот это первый раз тоже маленькая она вот но не знаю вроде завязались яблочки она главное на нижних ветках цвела вот вот смородины нынче просто обалдеть ветки все упали вот но галовая тля доливает вот она надо собирать листья и сжигать вот она тварь сидит там ксюша отправляла она меня собирала но не все вообще я конечно за природное такое земледелие чтобы не термоядерные химии не хочу обрабатывать свой огород ну если есть ля значит на нее должна найтись божья коровка да так ведь вон сколько смородины смотрите ветки тяжелые хотя я нынче половину веток вырезала это все уже вот просто пипец земляника вот эта устатая полезла на дорогу здесь у меня аллея тоже пионов вот этот пион очень интересный по моему это белый пион смотрите у него сколько цветоносцев на одной ветке прямо по несколько он весь будет кустом это просто вообще шикардос просто шикардос но здесь у меня еще между ними лилию лилию буду убирать потому что тесновато хотя опять же пионы цветут зацветут лилии очень красиво вот здесь у меня зарастает все потихоньку не успеваю вообще Маши помощницы нет что моя хорошая что моя девочка работяга моя работает и день и ночь на улице живет ты смотришь что у нас мышка бежит смотришь что у нас ящерка бежит какой-нибудь мусечка моя мусечка моя девочка о боже коровка сидит это все равно же она тлюто ест Ксюша у меня собирала когда листья с тлей на смородине сказала тоже много божьих коровок там ну что ты что ты красотка что ты мой сладкий что ты моя хорошая ну что ты ой да вся такая пришла утром встала я она сидит под окошком такая ждет когда ее пустят зашла поела все обратно попросилась пошла гулять говорит работать вот ой сапыльно отряхнись так то она чистая у нас чисто плотная она вообще беленькая чистая дочь ее вот вечно какая-то серая ходит какая-то замызганная где валяется непонятно вот здесь меня тоже земляника ремонтантная посадила бархатцы что-то один вот прям вообще не хочет расти какой-то слабенький трава прет конечно вообще жесть вот жимолость начинает спеть ягодки синеют кто-то их жрет я так подозреваю ой комары летели подозреваю что осы потому что очень много ос летает вот такие дела так здесь здесь лук семейный растет вот вот вроде он пошел нормально но желтеет вчера поливала его с нашатыркой надо бы еще мочевины наверное подкормить развести мочевины пролить после дождя как-нибудь трава тоже прет вот и некоторый лук пошел в стрелку где-то стрелку дал вот луковичка стрелку дала остальные вроде ничего такие вот что еще хотела сказать многострадальная здесь груша растет у нас никак не может она раскачаться у нее все время отмерзает верхушка так здесь у меня растет кедр это грядка земляники ремонтантной и кедр растет так вот этот кедр одолела какая-то фигня типа мучнистого червя вот видите беленькое оно такое все вчера он был вообще весь белый но я облила сначала нашатырем когда лук с чесноком обрабатывала а потом облила еще химозой вот видите на маленьком кедре это сидят то ли живые не то ли мертвые как-то бы чем-то бы какой-нибудь палочкой поковырять вот так вот и вот это на мучнистого червяца похожая вот эта фигня белая она на крапиве сидит много где ну вот вчера облила я по периметру все так надеюсь нет вот и у нас еще вот деревья там с шишками похожи осины или что они вот там растут вот это дерево оно все в этом мучнистом черве ну боже коровка живая нет эту химию то я обливала так живая зарастают ягоды надо чистить все я вчера морковку чистила я заколебалась кстати 8 метров ну мелкая трава и под двумя пальчиками каждую травинку особенно там где видишь морковку хорошо что ее не надо прореживать что я ее в этот раз покупала Паша у меня покупал на этой на бумажных штучках хвостик вот в общем половину прополола половину сейчас буду вторую палочка моры заманали химию пахнет обливала и вот эта грядка зарастает тоже немножко но опять же в траве цветет все лучше чем в нашей этой пустыни сахари вот там гипропола то сухая грядка и вообще на ней все засыхает вот мы сейчас тут опять что ты тут балдеешь передо мной недорогу убрать розы жрут беспощадно вчера ее тоже облила химию он еще белый капельки видно химозы поливала все розы облила так здесь у меня гортензия сажала в том году две гортензии выжила только одна поэтому вот так вот не знаю нынче будет она в прошлом году цвет цвела это самарская лидия которая ярко-розовая стоит такая дождик закапал еще у меня цвела вот эта яблонька тимоша которую сажал помните где-то видео у меня есть конца света мы искали она вся цветет вообще вся со всех сторон к маленькая со всех сторон цветет и еще одна яблоня она тоже цвела вот здесь у меня в тюльпановой грядки вот вот эта маленькая яблоня на вся цвела вообще и вот она вся в яблоках смотрите какая красота так сейчас посмотрю мне вчера ксюша полола здесь грядку с морковкой так здесь меня морковка я полола вот эту половину очень мало ее кошки за развить и ходят паразиты очень мало морковки очень редко прореживать не надо здесь я посадила с луком и там еще морковка ряд должен быть там а здесь ксюша полола муся там балуется мусь я игривое настроение мусь вот ну вот так вот ксюша полола в общем то вот еще посидела даже в этой грядке ноги и видите ну хотя бы сейчас покажу на крепиве сидит вот эта зараза мучнистый червец вот умеете мертвый я что-то блела вчера может и живой вот рыхлелку вчера искала горюксюш где-то еще у нас одна рыхлелка должна быть положи тут не видно место ну-ка ты там живой иди сюда отпал мертвый вот они валяются вчера облила даже вон жук умер мужики мертвые валяются так химоза работает вот паша мне попросил сейчас позвонил закрыть плитку кровным материалом короче паша мне делает плитку сам замешивает вот видите но чет не фокусируешься вот 1 2 3 4 4 плитки это один квадратный метр четыре квадрат он уже сделал причем один квадрат сделал красненькой я груда нафиг она нужна серенькая нормально и вот еще вчера замешал попросил сейчас укрывным закрыть или меня кто-то в ладошку у комара укусил чешется самое середина ладошки как я сейчас закрою это одна-то неудобно же масочка для расстелили вот эту штуку хотим бассейн достать не чуть не знаю стоит ли вы не доставать укрывной оп сейчас я попробую конечно закрыть здесь у меня начала альпийскую горку доделывать здесь мне видите хостер растут гехеру посадила хостер раз два три гехера и вот это вот красота цветет которая в мае еще должна была цвести вот кошки опять наковыряли ну что или это не кошки а это паша ковырял короче дырочки видите в песке дырочки ветка блин кто-то тут живет он пошел ковырять никого не нашел я говорю мне кажется это червяки вылазили туда я фиг знает мусь ты где пошли поможешь мне плитку укрыть муся бежала куда-то что ли только что тут носилась химоза ты еще попахивает хорошо что мы дома все окна закрыли я говорю ребятам ну-ка давайте закрывайте все окна так сейчас я вас выключу пока все укрыла дождь сильнее начинает капать вот укрыла а муся вылезла из-под поддонов мусь игривое настроение у нее муся киса мусь в общем вот такие дела здесь у нас тоже картоха растет не показала я давайте похвастаюсь картошка растет причем вот эти раз два первые два ряда ранее ничего-то тата от нее не отстает ну хотя нет ранее покрупнее здесь свекла надо мне некоторую рассадить потому что где-то пустые места где-то по несколько штучек вот секунд а я пропалова ну чеснок везде по всему огороду осенью я не садила чеснок вообще он по всему огороду меня на вылазил какой здоровый здесь понятно несколько этих крупные не вырастет такие дела яблонька вот это красавица наша наконец-то плодоносец пионов будет меньше офигеть кстати сирень помните девчонки хвасталась я вам что сирень купила пеструю сейчас дойду покажу щавель у меня тут астильба может нынче зацветет ни разу еще не цвела но здесь тень и света не хватает дрова дрова дровишки дрова куча песка лежит перед домом вот сиренька это моя нифига не пестрая не знаю может она позже пестра станет и кто-то ее еще и жрет вот так что посмотрим через него расти здесь у меня тоже еще один курильский чай но он здесь розовый я посадила вот здесь не гвоздики турецкие и этот еще один посадила ну вы поняли бьется он веревочку даже натянула наверх клумбы у меня все затянула земляника вот это земляника и и просто тьма ну видимо долгоносик тоже вон яйца на откладывал сколько цветоносов то погибло это все долгоносик потому что я весной не обработала там кто-нибудь вылезли наверное уже но ничего всем хватит и долгоносик муся ты чё у тебя игривое настроение пусть муся носится как ненормально анютки красивые у меня смотрите какие красивые и шикарные анютки просто все чудо какое-то да какая пол ладошки здоровая так если меня пузыри плодник в том году начеренковала его ой он у нас вырос у меня в теплице я его посадила осенью он такой здоровый растет уже вот под каждый подсадила гейхеру анютки здесь вот пузыри плодник и гейхеру он цвести даже уже собрался сидеть и вот этот самый большой тоже цвести собрался вот здесь у нас лилейник эти лили папа наш покупал вот вот красота какая кошки тоже ямку раскопали цветок закопали анютки тоже шикарный тут растут вот они а здесь у меня растут цветочки они когда ясно распускаются когда пасмурно закрываются сейчас пасмурно видите они закрыты частично красота же и флокс тоже есть рассидела его он был очень много его было нютки тоже везде на вылазили мне тут земляника здесь у меня хоста здесь у меня розы который жрет для те вчера химию облила смотрите она подохла ведь классно на вся дохлая посмотрите да сколько их просто обалдеть даже муравей его он подохну на этом эти на листочке такие умер бедненький а нефиг тлю тут кормить так ведь здесь тоже все тля тоже она подохла фу даже воняет еще а вот этот куст я забыла облить но я надеюсь они тоже подохли да они тоже подохли запах то до них дошел подохли попала на вас тоже вот так вот нефиг жрать наши цветы фу так воняет так что хост у меня два вида такая еще вот эти зеленые с белым и зеленые желтенький но они ничего так хорошо принялись нормально так растут вот но трава растет быстрее как ни крути здесь будет все красивенько так у нас канализация тут площадку запрятана конечно покрасить ну сначала надо красить дом вот мать и дочь тофочка мать ее обижает девочку мою муся мусь тофа то мамка тебя обижает да ты мамка тебя обижает так иди поиграй с ней муся сейчас я поймаю здесь нет как красивая полянка нас тут паша скосил ее дети у меня спят я мамы тут придурок носится по огороду да с мусей где убежала счастья догоню я на дерево залезла дерево под деревом ну сядь я вижу ой котик так мусь ты чё кошек не гоняешь чужих алло не вас засранок двоих хватает кот-то у нас ты вини и زона оплашивает эти голова маленькая за широкая а Ой, я не могу. Сейчас, я погоняю толстую. И себя тоже погоняю толстую. Где ты, где ты, где ты? Где ты, где ты? Ах, ты куда спрятал? Вот она. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тихо, тихо. Мусь. Ладно. Сидит, завели собак? Они ругаются. Один-то на цепи сидит, а второй-то без цепи. И даже на нашу территорию приходит как к себе домой. Засранец. Муся, ты где? Я тебя потеряла. Вот у меня. Вот здесь края начала опалывать. Вчера вечером уже комары. И уже даже ничего не помогает. Это такая обрызгалка. Вот. Вот она цветет. Вот красота. Курильский чай. Чай. Курильский чай. Ну ладно, наверное, что-то я уже многое находила, наговорила. Вот. Пойду поработаю. Пока дождик мелкий. Что-то еще хотела показать. Дехер у меня цветет. Надо ее отсюда пересаживать куда-то. Я не знаю. Вот она цветет. Вот она. Вот она красота. Такая интересная, да? Где ты? Вот она. Вот такая хорошенькая. И анютки здесь тоже такие. Вообще. Вон какая лопата здоровая. Голова огромная. Красившая. Вот здесь анютка красивущая. Красота же. Тюльпаны отцвели страшненькие стены. Да. Где-то, где-то, лето. Хосточка здесь растет под яблоней. Я под каждую яблоню посадила по хосточке. Пусть вокруг яблоня разрастается. И горох посадила. В каждой яблоню. Да что ты не фокусируешься-то? Вот. И здесь тоже у меня... Ой, смотрите, долгоносик все сожрал. Вот. Вот куда. Вы сидел долгоносик в своей личинке? Те бутоны погибают. Независимо от того. Земляника это. Яблоня, клубника. Он везде может отсидеть. А весной ранее надо проводить обработку. Естественно, до цветения. А чего я нынче не сделала. Теперь только осенью. И осенью, кстати, тоже не сделала. И вот он расплодился, паразит. Вот эти все цветоносы погибли. Вот. Так что... Ну, сама виновата. Здесь что у нас тоже? Вот цветонос погиб. Да? Вот. Ну, ягод в принципе тоже ведь немало. Да? Вот. Сейчас расколупаем. Может там в принципе-то ягод неплохо. Может где-то личинки-то сидят. Покажу вам. Итак. Нашла одну личинку. Она еще не выползла. Сейчас вам покажу. Видите? Маленький такой червяк. Падла. Вот он. Зараза. Видите какой? А? Ну, что ты не фокусируешься? Вот он. Такие дела. Вот вам и долгоносик. И результат. Сейчас его, конечно же, я раздавлю. Простите. Но... Ну, жить не должно. Вот. Ну, на этом, пожалуй, закончу свой репортаж. Хвостики у меня сидят тут. А, кстати, плитку мы хотим делать вот сюда. Вот здесь весь квадрат вот этот. От лесенок. Вот, видите, столб. Стоит верандой. Вот до собачьего загона. Там-то у нас, видите, залито. Но весь этот цемент, он крошится. Короче. Некачественная заливка. И идет, знаете, что еще? Под горку. Вот. Будем выравнивать вот это все дело. И плитку выкладывать сюда. И дорожку вот эту будем выравнивать. Видите, она вся переломалась. Не знаем, как тут, видите, хозяева до нас. Как это вот это заливали-то они. Что все, оно провалилось. Переломилось. Вот. Будем наводить красоту. Кресло вот это хочу сжечь. Но Паша мне его не дает сжечь. На нем удобно сидеть. Видите, там пружины наши упирают. Вот это-то баское кресло. А этот так себе. Ну что. Что, ребята? Как-то они у меня сбежали к соседям-то. Наваляли ему там. Бедолаги. Женя вышла погулять. И прямиком к соседу. Ну, что уж она там с ним хотела выяснить, непонятно. Но самарай прибежал, ей помог. Причем соседу, который на цепи сидит. А он такой хороший. Не гавкает. Ну, как бы не провоцирует. А вот второй, который без цепи бегает у них провокатор. И на нашу территорию все время приходит. Столько грядок не вытоптала изначально, когда вот я все сеяла. Ох, сегодня длинное видео получилось. Видео длинное получилось. Ну, еще хочу, знаете, что сказать? У меня такая шевелюра-то шла. Простите, конечно, что я такая лохматая. Но я... Короче, вчера после огорода химии пока все обрабатывала допоздна. Пришла, помылась, конечно же. Конечно же, причесалась. Но спать-то легла сырыми волосами. Так вот, что хочу сказать. Я моюсь нашими гринвейевскими шампуньями только и больше ничем. И вот все, что у меня после ковида вываливалось, волосы я была... У меня вообще волосы были тонкие-тонкие. И вот сейчас у меня... Блин, как взять-то? Без этого-то неудобно. В общем, смотрите, вот это все, что отросло у меня. Отросло. Вот. Это я моюсь только нашими шампуньями, сухими, вот этими твердыми. И пью витамины. Причем пью С-комплекс и лизин вместе. Они помогают в выработке собственного коллагена. А собственный коллаген это белок. Благодаря которому у нас гладкая кожа. Упругая. Хорошие волосы. Вот. Ну и фульвовые кислоты. Я пила, они придают энергию, конечно. И вот я их пропила, у меня прям волосы заметно вообще. А фульвовые кислоты, они энергию придают. И они еще помогают лучше усваивать витамины. Короче. Ну это уже отдельная история. Вот такие дела. Так что... Ну ссылку на Greenway оставлю. На свой... Знаете я, что ссылку оставлю на свой чат. Заходите ко мне в чат, если кому интересно. Там уже спрашивайте о продукции Greenway полезной. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Всех целую, обнимаю.